добрый вечер дорогие братья и сестры подскажите пожалуйста слышно меня видно меня дорогие друзья сегодня у нас с вами второе занятие нашего курса сравнительное богословие перед началом нашего занятия мы с вами давайте почитаем молитву царю небесный как стало уже наши традиции с вами господи благослови царю небесные утешители души истины и же везде соица исполняй сокровища благих и жизнеподателю прийди вселесивные честины всякие скверны и спаси блажей души наши господи благослови твои отца и сына суток а духа аминь дорогие друзья сейчас у нас проходят по всей россии такие акции за жизнь противобортные и благословляется всем читать акафист святому михаилу архангелу акафист мы с вами почитать не можем сейчас в наше время потому что время ограничено но мы с вами прочитаем молитву которой нужно будет назвать свои имена я скажу когда называть свои имена назовите свое имя молитва михаилу архистративу розному воеводе господи благослови господи божий великий царю безначальный пошли господи архангела твоего михаила на помощь рабам твоим имена свои называем изъятие нас от враг видимых и господинь михаиле архангеле демонов сокрушителю запрети всем врагам борющимся с нами сотвори хиака улцы и сокруши хиака прах пред лицам ветра о господинь великий архангеле михаиле шестокрылый первый дня живое вода небесных сил херувим и серафим о угодный михаиле архангеле будем и помощник во всех обидах скорбях печалях в пустынях на распутьях на реках и на морях тихое пристанище избави нас великий михаиле архангеле от всяких прелестких дьявольских и когда услышано грешных раб твоих имена называем свои молящийся тебе и призывающего призывающих тебя и призывающих имя твое святое ускори на помощь нам и услышу молитву нашу о великий архангеле михаиле победив все противящиеся нам силою честного животворящего небесного креста господня молитвами пресвятой богородицы и святых апостолов святаго пророка божия или и святителя николая чудотворца святаго андрея юродивого святых великомучеников никиты и вставь преподобных отец и святых святителей мучеников и тут мы назовем имена святых которые мы носим и все святых небесных сил аминь слава тебе боже наш слава тебе боже на слава тебе дорогие друзья сегодня у нас воскресный день и сегодня церковь чтит память святого серафима саровского житие святого очень интересно само по себе я надеюсь что вы все его почитаете кто мечтал а сейчас я хочу привести несколько его высказываний которые очень полезны для души каждому человеку вот хотя бы так мы с вами соприкоснемся с этим святым который говорил всем нам что необходимо иметь мирный дух если мы будем иметь мирный дух то тысячи вокруг нас спасутся это самое главное для человека православного который идет путем божьим и ему необходимо знать что он член церкви это что он человек божий это что весь пример жизни христианина привлекает тех кто еще не находится в лоне церкви поэтому с серафим саровский как пример всем нам вот именно стяжание мира духа мирного это очень важно для нас и вот несколько высказываний его я хочу вам зачесть суди себя сам и господь не осудит когда человек имеет большой недостаток в потребных для тела вещах то трудно победить уныние но сие конечно к слабым душам относиться должно лучше для нас презирать то что не наше то есть временное и приходящее и желать нашего то есть не тление бессмертия речь идет о царстве небесном отведи грех и болезни отойдут ибо они нам даются за грехи все грехи наши все болезни за грехи обрети мир в своей душе и вокруг тебя спасутся тысячи святой это грешник который решил исправиться этот мы с вами кто присутствовал на наших прошедших уже вебинарах мы с вами говорили о святости что такое святости это не какое-то запредельное непонимание какие-то люди до которых нам не достать рукой нам трудно достичь святости на самом деле святость это безгрешность истинная вера не может быть без дел кто истинно верует тут непременно имеет и дела то есть вера без дел мертва живущих с тобой в мире пусть будут тысячи но тайну свою открывай из тысячи одному очень мудро совет когда человек примет что-либо божественное то в сердце радуется а когда дьявольская то смущается сатана смущает слышали такое выражение когда сатана смущает сердце человеческое должно снисходить к душе снисходить и душе своей в ее немощах и несовершенствах и терпеть свои недостатки как терпим недостатки ближних но не обленяться непременно побуждать себя к лучшему суть этого высказывания сводится к тому чтобы мы себя приняли как истинно нищими духом и признали свою нищету духовную если бы человек знал что господь приготовил ему в царстве небесном то готов был бы всю жизнь просидеть в яме с червями истинная цель жизни наше христианское состоит в стяжании святого духа вопросы стяжания о боже не иначе говоря как святые богословы говорят о боже не понятие о боже не для человека верующего тоже очень важно чтобы избавиться осуждения должно внимать себе ни от кого не принимать посторонних мыслей и быть ко всему мертву это касается страстей и хлебом объесться можно это вот вопрос о том что как мы можем с вами поститься постной едой но принимать пищу очень много до объедения от радости человек может что угодно совершить от внутренней натуги ничего когда внутреннее уныние девство есть наивысшая добродетель как состояние равноангельской и могло бы служить заменой само по себе всех прочих добродетелей как ценится смирение в очах божиих купи метелку купи веник да почаще мети келью потому что как будет выметена твоя келья так будет и выметена твоя душа требовал чистоты смирение может весь мир покорить мир лежит во зле мы должны знать об этом помнить это преодолевать насколько возможно ну и естественно никогда не делать не отвечать злом на зло тоже очень важно если разрушится семья то не извергнутся государства и извратятся народы потому что все ценности все что мы закладывается в нас именно зависит от той семьи и иначе говоря от среды в которой мы воспитываемся в детстве очень важно потому большое внимание нам необходимо уделять нашим детям слова дела которые мы совершаем они очень важны для детей как правило если наши дела будут расходиться со словом то мы нанесем большой вред душе наших детей поэтому мы должны сами знать что как правило дети смотрят на наши дела более чем на слова буди господу богу угодно буди господу богу угодно будет чтобы человек испытал на себе болезни то он господь же подаст ему и силу терпения то есть если господь если человек будет пожелает терпеть все смиренно все что с ним происходит принять на всю божью волю то господь конечно научит терпению каждого человека это мы тоже должны должны с вами понимать ну такие прекрасные выражения высказывания святого серафима саровского который оставил нам как наследие свое своей святой жизни всем нам и мы знаем с вами что к нему приходилось сама причистая беседовала с ним и она указала на этого святого что он есть рода их он искал россии есть рода нашего это перед тем когда святому должно было представиться вот сегодня мы продолжим с вами наше занятие по предмету сравнительное богословие тема нашего сегодняшнего занятия рима католической кисеологии слово кисеологии обозначает учение о церкви это церковное учение католической церкви то есть мы с вами должны понять в чем же разница православного вероучения от католического и почему католичество и православие не вместе хотя эти в общем-то христианские такие течение религии они все организации очень такие обширные мощные очень но тем не менее они не вместе произошел раскол раскол 1054 году и раскол прошел прежде всего потому что католики отказались принимать истинности и догматы православия давайте мы с вами немножечко вспомним суть вообще католичество и что же стало причиной разделения но мы должны с вами католичество и православие должны с вами понимать и во первых мы с вами давайте вспомним то что мы говорили с вами о христианской христианских церквях которые существуют это православие католицизм и протестантизм вот и начало разделения христианской церкви на католическую православную было положено соперничеством между римскими папами и патриархами константинополя вот это соперничество было за главенство в христианском мире в христианском мире около 867 года произошел разрыв между папой николаем первым и патриархом фотием это был константинопольский патриарх вот такой разрыв произошел католицизм это вот направление христианской религии и признает ее основные догматы обряды но имеет таких вот ряд таких вот особенностей вероучение в культе в организации религиозных обрядов и вот таинств основной основой католического учения как и всего в общем-то христианство приняты священное писание и священное предание но в отличие от православной веры католики считают священное предание в общем-то не таким важным и преданием они называются вообще постановление всех вселенских соборов которые были и туда еще добавляют эти постановления которые были изданы папами почему так происходит мы с вами поймем позже но вот вот такое вот отношение к священному писанию к священному преданию связано прежде всего с тем что католицизм имеет такую тенденцию к ограничению вот христианской веры и объектизации бога бог как объект священное предание человеку в общем-то который является более материальным материальным непонятно что к преданию вот священное писание это форма которую человек может потрогать руками может почитать слово божие поэтому священное предание но у них в общем-то утрачивает свое значение и преобладает священное писание но мы с вами как православные христиане же понимаем и знаем что священное предание является первичным вот священное писание это всего лишь форма форма священного предания если мы будем говорить с вами о формах священного предания мы с вами должны вспомнить что есть еще такие формы как гимнография иконография это тоже формы священного предания и вот священное писание как слово божие вот в таком вот материальном мире в виде книги католики считали что это вот и есть та основа их учения то есть они можно сказать даже отвергли священное предание потому что оно им непонятно центром всего католицизма и резиденции этого течения является то есть главы папы папа папа римский является ватикан это город государства который расположен в центре рима и вот самое главное что мы должны понимать что папа римский определяет доктрины по вопросам веры и морали и как считают католики власть папы высшие власти вселенских соборов вот такое отношение к папе у католиков и сейчас мы с вами рассмотрим почему же так происходит презентация которая подготовила католичество ну можем сказать что католичество это рациональное начало которое предполагает прежде всего тяготение тяготение к умопостигательной вере постигаемой вере почему так происходит потому что что католики стремились объектизировать христианство ну вот чтобы понятно было они решили сделать его доступным человеческому уму сделать в общем то так что чтобы все что непостижимо человеческому уму но это более всего относится к божественному откровению о самом себе о учении о трех лицах Пресвятой Троицы догматы церковные которые Господь дал людям как откровение о самом себе они в общем то возможно человеку не всегда понятны но мы можем их посечь с помощью Духа Святого если мы его примем и достигнем состояния обожжения человеку тогда понятно потому что Святым Духом человек вразумляется и наставляется и вот католики решили сделать все что непостижимо человеческому разуму сделать земным и сделать осязаемым вот такая цель и вот именно у них вот у католиков видимость именно видимостью видимостью божественного бытия и ограничивается их христианство вот такой вот парадокс происходит то что видно им то они считают за истинное вот католик католическая экклесиология это учение церкви я повторюсь прежде всего выражается вот в преобладании представления церкви церкви в качестве видимого земного сообщества вот то что видит человек это вот есть настоящая церковь ну это согласно католическому учению католичество более всего желает познать земной путь человека и вот путь это должен быть конечно направлен к спасению и он человек должен быть уверен в том что этот путь спасительный поэтому вот таким вот отношением к церкви к учению церковному католики заслоняют невидимую таинственную вот то что мы знаем в православии первую основу церкви есть мнение некоторых православных исследователей о том что под влиянием филиоквы это учение католическое более подробно мы рассмотрим это учение с вами на следующем нашем занятии учение о исхождении святого духа оно также нанесло в общем-то ущербное восприятие католиками третьего лица пресвятой троицы и дело в том что дух святой они считают исходит не только от отца но и от сына отсюда вот получается такой вот такая вот духовная составляющая бытия церкви и вот часть пресвятой троицы оказалась в таком состоянии усеченном усеченном потому что дух святой он по их учению исходит от сына не от отца как мы учит православная церковь и получается что дух святой он не имеет начала основы в отце вот православные исследователи предполагают что такое отношение церкви католической на объективизацию бога повлияло это прежде всего вот это вот учение поэтому учение филеоквии его нужно с вами мы с вами его разберем будет понятно потому что если что-то там вот сейчас сложновато нам может быть понять но мы должны я вам хочу сказать что повлияло на то что католики решили сделать сделать свою веру видимой видимой вот это вот одно из течений которое повлияло на мировоззрение католического священства и основу вообще вероучения католиков по учению рима католиков вот папа говорим вопрос о папе папа является заместителем Христа на земле вот такой вот парадокс папа имеет неограниченную власть прежде всего он имеет неприкосновенность он является верховной властью всей церкви понимаете если мы говорим с вами в православии что глава церкви Христос то католики говорят о том что папа является верховной властью всей церкви и поэтому он может определять не только внешнюю жизнь церкви но и устанавливать догматы если мы говорим с вами о том что в православии догмат это непререкаемая истинность истина которую невозможно уже изменить которая имеет основу, которая закреплена на Вселенских соборах, то Папа в католической церкви имеет такую возможность догматы эти менять. Здесь идет речь, прежде всего, о желании католиков иметь видимого Бога. Опять-таки, понимаете, с чем все связано? Устремленность католиков к земной, умопостигаемой составляющей религиозного бытия, она проявлялась как попытка человеческого сознания объективизировать образ Бога. То есть они должны видеть Его. И это, прежде всего, говорит о желании католиков упростить свое религиозное представление. Упростить им необходимо, потому что они считают все, что просто, понятно, видно, осязаемо. Вот это вот есть самая настоящая вера. Для них, как говорит Агитский профессор, Козлов, это богословы, православные теологи, они вот такое изучение есть, что для католиков гораздо легче заместить лик незримого и непостижимого Бога личностью Его земного зримого наместника. Поэтому для них Папа, видимый Христос на земле. Вот таким образом католик избавляется от собственного времени свободы и желает, чтобы кто-то знающий сделал за него выбор. Иначе говоря, католики считают, что они избирают Папу, который является наместником Христа на земле, который отвечает за их спасение перед Богом. И он, в общем-то, таким образом лишает их, или освобождает, можно сказать, освобождает от свободы выбора, свободы действий для своего собственного спасения. Почему так происходит? Потому что человек этот, он ближе всех к Богу. Папа же, вот раз он на месте на земле, значит, он ближе всех к Богу. И лучше всего знают волю Божию. Поэтому они считают, что у них нет совершенно никакой необходимости самим познавать Бога, допустим, Божью волю, допустим, иметь какие-то проблемы. Все это им, их утверждает в том, что они, в общем-то, должны быть, находятся в состоянии уверенности, в том, что они сделали все правильно, правильный выбор. И Папа, он, как человек, которому доверяют, он сделает все для того, чтобы человек спасся. Вот здесь, опять-таки, такая вот ошибка получается в спасении католического католика, что они сами не участвуют в своем спасении. Происходит своего рода вот такое вот одностороннее спасение человека. И вот в этом, естественно, существенное отличие католического понимания спасения и православного спасения человека. Если мы говорим в православии, что Христос желает соработничества человека в своем спасении, то католики считают, что этим должен заниматься Папа, который избран, который является наместником Бога на земле. Вот такое вот учение у католиков о спасении и представление о том, что представление вообще о Папе, представление о Папе, потому что Папа, он наместник Бога. Это тоже довольно-таки, это очень серьезный такой вопрос, поэтому вот это можно назвать основным таким отличием православия от католичества. Вот такая вот, я образно хотела, чтобы вы посмотрели, вот как, что, что значит Папа. И вот Папа это наместник Бога на земле, и гребно-католическая крестология-то проявляется именно в стремлении, в стремлении доказать, что Папа, он наместник Бога на земле. То есть видимый Бог на земле. Что мы можем с вами сказать? Значит, я говорила вам о учении, об исхождении Святого Духа мы говорим с вами о Филиокве, да, то есть о исхождении Духа Святого и от Бога, и от Отца. Вот в презентации посмотрите, вот такой вот образ, это католическое изображение, такой момент, когда Дух Святой исходит и от Отца, и от Сына. Вот такое вот, вот такое учение, которое усекает и ограничивает третью часть Пресвятой Троицы. И естественно, это стало одним, одно из предпосылок вот такого отношения католиков и к православной вере, и к догматам, к тому, что человек может менять догматы. Те догматы, которые установлены церковью православной, и изначально всей церковью, которая была едина. Что же еще является предпосылками развития идеи в главенстве Рима и вообще римского епископа над Вселенской церковью? Мы немножко с вами коснулись этого на прошлом нашем занятии. Мы говорили с вами о том, что они брали за основу выписки цитаты Священного Писания и прежде всего говорили о апостоле Петре, считая его, во-первых, считая его, они говорили о том, что он принадлежал кафедре, римской кафедре, поэтому он является родоначальником всей церкви. И ему доверил Господь ключи, и о нем Господь молился, и Господь сказал, что на тебе созидут церковь мою и дам тебе ключи. И мы с вами говорили на прошлом занятии о том, что православный взгляд совершенно отличается от такого учения католического, потому что мы говорим с вами о том, что церковь Христова, церковь, она создана на 12 столбах, это 12 апостолов, которые были учениками Иисуса Христа, и на этих учениках основана церковь. И каждый из апостолов имеет равную силу, имеет равное достояние, поэтому мы не можем с вами говорить о том, что церковь Петровская, мы с вами говорим о том, что церковь Христова, церковь апостольская, даже по названию церкви мы с вами видим, что церковь не может быть только Петрова, она является основой, которая является соборной. Мы говорим о церкви соборной, кафолической, апостольской, святой, вселенской. Поэтому психологические предпосылки католиков о первенстве Рима и римского епископа отличаются от учения православного. Более того, по мнению католиков, апостол Петр является первым папой римским. Вот даже такое у них есть утверждение. Вы сами понимаете, насколько оно абсурдно. Далее мы говорим с вами о том, что единоличное ловенство епископа Рима над Вселенской Церковью. Но несколько слов я сказала вам о том, что понятие свободы стирается у человека. Свобода, она ему в общем-то не нужна, потому что свобода выбора, вопрос решения своего спасения лежит на папе. Папа делает выбор за всех, но человеку, верующему католику, необходимо быть уверенным в том человеке, которому он доверяет свое спасение. Такая необходима ему уверенность. Это очень важный такой момент, поэтому мы говорим о том, что католическое вероучение основано на спасении верой. На спасении только верой. На этой такой основе устроены и вероучения не только католиков, но и церквей протестантов. У них спасение идет только через веру. Отрицается благодать, она является каким-то внешним таким вот параметром. И папа, он является в общем-то наместником Бога на земле. Вот такой вот, посмотрите, папа, у него Богородица, которая на главе, посмотрите, изображение Пресвятой Богородицы. Далее мы с вами будем изучать мореальные догматы, какую роль Богородица сыграла в спасении человека. И мы с вами поговорим еще прежде всего о том, какое отношение у католиков к Христу и какое отношение у католиков к Пресвятой Богородице. Дело в том, что понятие Бога у католиков связано прежде всего с тем, что Господь, Он не такой карающий орган, который наказывает человека за грехи. И вот это такое отношение к Богу, оно принесло такое чувство страха у католиков. Они в общем-то стали бояться Бога, поэтому более всего они стали прибегать к молитвам, с молитвами Пресвятой Богородицы, просить у нее помощи. Потому что Пресвятая Богородица, она Мать Божья, она женщина, она имеет происхождение земное. И более молитвы, очень много молитв направлено именно к Пресвятой Богородице. И если Папа, Он наместит Бога на земле, то человеку необходимо просто поверить в то, что Господь существует, и больше ничего не надо для этого делать. Вот такое вот отношение к вере у католиков. Вера, Папа, который все решает, человеку решать ничего не нужно, ему нужно только считать себя верующим человеком. И плюс еще, если он может финансово внести лепту свою в сокровищницу церковную, вообще он тогда спасен. То есть он спасен. И вот эта уверенность у них появляется уже здесь на земле. Если он причастен к церкви, они считают, что они уже спасены. То есть у них переживать, о чем-то волноваться, в общем-то, совершенно не стоит. Поэтому отношение к таинствам такое, в общем-то, ну, так сказать, не такое трепетное, как у православных христиан. И отношение вот и к самой церкви, и к тому, что к исполнению догматов, вот к строгости православной веры, которую вот вера имеет наша православная, имеет какие-то строгие, четкие ориентиры, строгие границы, ограничения, догматические, нравственные. Там это, в общем-то, границы стерты. И к чему это все привело? К тому, что западная церковь не согласилась вот с исполнением, с четким исполнением догматов, которые были принесены Вселенскими соборами. И на западе церковь стали, в общем-то, предоставили римскому епископу преимущество от всех епископов. Прежде всего, это было первый раз на Сардикском соборе в 343 году. Вот на римском соборе уже в 531 году греческий епископ заявил, что престол апостольский по праву усвояет в себе первенство в целом мире, и к нему одному необходимо отовсюду подавать апелляцию по церковным вопросам. Восточная церковь вначале не отреагировала на учение Запада о преимуществе Рима, потому что Рим сразу начал заявлять о себе то, что он имеет такое главенство, и главенство над всеми поместными церквями. И вот при разложении орианства в Восточной церкви догматически некомпетентные верующие люди пожелали внешней гарантии православия всех епископов. То есть, когда был такой спор с Арием, необходима была поддержка, внешняя поддержка. И поэтому епископы некоторой восточной церкви согласились с тем, что Рим имеет такое преимущество. Вот это первая причина, которая стала тем, что некоторые епископы Востока стали принимать Рим как приматом и главенствующей церковью над всеми поместными церквями. Рим же желал исполнять контролирующую функцию, прежде всего необходимо им было добиться этого. И авторитет Рима поднялся на Востоке, потому что на Западе ориане не имели такой силы. Поэтому считалось не запятнанными в этом деле, хотя во время испытания Либерии был подписан Римом полуарианский символ веры. Опять-таки, не четкий православный, который мы с вами имеем, а вот именно полуарианский, то есть с этим филиокви, о котором мы говорили, с тем, что Дух Святой исходит и от Сына. Также известно и то, что попытки урегулирования постановления Второго Вселенского Собора было неудачным. Это прежде всего о филиокве, об исхождении Духа Святого от Сына. Обращения, которые были от Восточного Священства за помощью на Запад, еще были связаны с тем, что им просто некуда было обратиться за поддержкой. И, как пример, обращение Святого Иоанна Златооста было связано именно с этим. Он искал опоры и защиты от своих сильных врагов. Вот тот Святой, которого мы знаем, также, видите, обратился к Западу с целью иметь поддержку. И вот эта цель была иметь поддержку, но она обратилась к тем, что Рим высказал такое, в общем-то, условие. Если вы хотите нашей поддержки, то вы должны признать, что Рим — это примат, то есть имеет первое место во всех побесных церквях. Ибо Восток согласился с этим, но согласился с одной стороны, с другой стороны, совершенно не принял те вероучительные истины, к которым обратилось католичество. Совершенно не принял. Восточная церковь сохранила истинность православия, истинность церковную, истинность догматов, всех постановлений, которые были изданы на Вселенских соборах и поддержаны. Поэтому вот то, такое вот, как бы сказать, самоуправство Пап, которое было в Риме, оно не поддерживалось, естественно, православной церковью, и произошел раскол. Произошел раскол. Церковь западная стала отдельным христианским направлением, отойдя от догматов церковных, отойдя от истинности православной спасающей веры, от того, что Христос — истинный спаситель мира, о том, что Христос является главой церкви, произошли изменения и внутри церкви у католиков. Произошли и эти изменения, которые я вам чисто визуально хочу показать. Вот вы сами посмотрите, что мы в итоге получаем. С этим все знакомы, конечно, вот как плоды. Мы говорим с вами о плодах отделения от православного вероучения. Папа — наместник Бога на земле, который решает все. Решает вопросы и нравственные, и моральные, и догматические. Это вот самое-самое отличие, главное, в православии. Догматы в православной вере, они непререкаемые. Догматы — это те истины вероучительные, которые утверждены на Вселенских соборах. Это не единоличное мнение догмат. Догмат — это соборная истина, которая касается и спасения, и вероучения, и отношения человека к Богу, как к Троице. То есть троечная такая вот, троечность лиц Пресвятой Троицы. А также о достоинстве всех лиц Пресвятой Троицы. И нисколько в православии не умаляется, нисколько достоинство третьей части Пресвятой Троицы, то есть Пресвятого Духа. Мы называем Бога Троицы, и мы говорим Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. То есть они равны между собой. Единственное отличие, которое мы с вами, православные, знаем, это то, что Христос вечно рождается, а Дух вечно исходит. И вот плоды раскола, раскола Запада и Восточной Церкви, они налицо, все мы о них знаем и видели наверняка. И наверняка мы с вами, в общем-то, поражаемся. Вот пример. Женское священство. Если мы с вами вспомним предназначение женщины, что она создана Богом как помощница мужу своему, здесь вот эти свободы, которые приводят к такому вот женскому священству. Это, в общем-то, сказать даже смешно нельзя. Почему так происходит? Потому что Церковь отошла от истинности, и Папа дает свободу человеку. Вот это вот такая демократия своего рода, которая приводит к таким вот результатам. Что еще? Значит, во-первых, женское священство, венчание гомосексуальных пар. Происходит тоже, в общем-то, мы знаем с вами, да, что садомиты и наказанные были Богом, да. Как мы знаем с вами, да. Я думаю, что Господь наказал. Образовалось мертвое море. Вот такие вот парадоксы. Однополые браки, однополые союзы. Это как последствия раскола Запада с Восточной Церковью и отхождения Запада от Восточной истинной православной веры. Раскол. Такие некоторые моменты. В общем-то, здесь даже, я думаю, что говорить много ничего не нужно. То есть вы все видите сами, что происходит. В общем-то, и это все приветствуется. Самое интересное, что это не порицается, не осуждается. Норма. И если даже кто-то попытается вот на Западе плохо сказать вот в отношении вот такого порядка, они их сразу наказывают. Наказывают. И наказания очень серьезные. Они, прежде всего, уверяют в том, что это нарушение прав человека. Ну и так далее. Вот с принятием такого положения, с таких вот прав, естественно, и индустрия, всей промышленности, все искусства, в общем-то, также на этом строятся. Поэтому такие вот и статуэточки, и все, и картины, и все атрибуты какого-то личного характера, и интерьера. Вот, в общем-то, вот в таком вот. Все это приветствует. Это является нормой. Самое страшное, что парам гомосексуальным разрешают брать детей. Они могут брать детей и воспитывать. Ну, вы же сами, мы с вами понимаем, что ребенок, воспитанный вот в такой паре, для него уже нормой будет, да? Нормой будет гомосексуальные такие вот взаимоотношения. Для него это нормой будет. То есть он... Я слышала интервью одних вот гомосексуалистов, и журналист задавал вопрос. Скажите, пожалуйста, а как вы отнесетесь к тому, если ваш ребенок будет так же, как и вы, гомосексуалистом? Ну, и вот они говорят, это хорошо, это очень хорошо. Понимаете? То есть такое вот... Ну, как бы, помутнение разума произошло. Вот еще что. Браки священников, которые могут быть тоже гомосексуалистами, однополые, тоже приветствуются. Это же, конечно, вот уже не вмещается ни в какие рамки, да, у нас с вами. Вот такие вот плоды отхода Запада, раскола с истинной церковью. Мы с вами понимаем, что все эти такие вот моменты, они не являются каким-то началом Божьим. Можно сказать, что это сатанинское начало, которое приветствуется, развивается. И вот такое положение, такое положение в католической церкви привело к тому, что появилась церковь протестантская, которая была против таких вот папских деяний, которые были аморальные. И мы с вами рассмотрим на следующих вебинарах, конечно, вот течение протестантов, которые возмутились против папы, возмутились против вот такого положения дел, и они, в общем-то, на что мы должны будем с вами обратить внимание, на то, что те доводы, которые они приводили в пользу протеста своего, они направили потом и против православной веры. Вот что мы должны знать, почему нам необходимо знать мнение протестантов, потому что они этим же пользуются и против православных, это у них такая сама такая вера. Но протестантов, может быть, вы знаете даже людей таких, это вот самые такие вот нам в России понятные, видимые, которые мы, может, знаем, это вот эти организации Духоборцы, Малакани, Адвентисты, Баптисты, Аннабаптисты, Моделисты. Это вот те течения, которые они не признают вообще священников. Они признают почему, потому что они вот столкнулись с такой позицией римского папы, таким вот произволом священников, католицизма, и они решили отказаться вообще от священства, то есть от священоначалия. И у них протестантов есть свое, свои догматические основы. Они считают, что каждый человек, который уверовал во Христа, он имеет такую же власть, как и священник, поэтому не стоит вообще священника иметь в своей среде. Поэтому у них пастырь, который, может быть, просто он готовит какую-то, допустим, проповедь особую, ну и дает советы, которые там самые грамотные на какой-то момент. Вот такие вот произошли изменения у католиков, и это породило появление многих протестантских течений. Ну, самые-таки известные — это англиканство, это кальвинизм, это тема нашего следующего, следующих наших вебинаров. Вот то, что основное я вам хотела сказать о учении церкви римокатолической, экклесиологии. Это самое главное, что вы должны знать, в общем-то. Я думаю, что этого достаточно для того, чтобы понимать отличие, отношение человека к папе, власть папа, который имеет, и кто такой папа у католиков. Это на месте Христа, на земле. И то, что священное писание первичное, священное предание теряет у них всякий смысл. Вот это вот самое главное. Сейчас я отвечу на вопросы, которые у нас есть. Правда ли, что католики причащаются только под одним видом? Вот изначально причастие действительно было только хлебом, только телом Христовым. Это было так тоже. Но сейчас причастие более чаще происходит под двумя видами, то есть кровью и плоти Христовой. Потому что, простите, такая тенденция идет к экуминизму, для того, чтобы ввести такое название интеркоммуникатион, то есть причастие, к которому могут прибегать люди, каждой церкви и во всем мире. Так что сейчас уже более тенденция идет к причастию к двумя видами. Можно ли православному ходить в костел? Если пойти просто с целью экскурсии, можно пойти, но мы не должны с вами участвовать в каких-то таинствах. Какие отличия креста католического и православного? Отличие крестика нательного, я возьму пример нательный крестик. Крестик это прежде всего то, что у православных распятие Христа произошло четырьмя гвоздями, у католиков тремя. И еще такое визуальное отличие, что у католиков никогда не бывает восьмиугольной формы креста, только четырехугольная. Это визуальное отличие такое. Но самое главное, это касается четырех гвоздей у православных и у католиков тремя. Действительно ли таинства у католиков? Касательно таинств, мы должны с вами знать, что у католиков всего три таинства, не так как у нас семь. Это священство, крещение и причастие. И эти таинства действительными могут только в том случае, если человек обратится к истинной православной вере. Тогда эти таинства могут быть залогом к дальнейшему воцерковлению и могут быть основой, точкой опорой. В таком случае могут. Если же эти таинства были совершены у католиков, и человек не обратился к православной вере, то такие таинства будут просто человеку в осуждении. Так учат православная церковь и богослову. Дорогие мои друзья, время нашего занятия заканчивается. Я хочу вас пригласить на следующее занятие, которое состоится у нас 25 января, а также в 16 часов. Тема нашего следующего занятия мы с вами рассмотрим это понятие филиоквы, то есть учение рима католической церкви, об исхождении Святого Духа. И мы узнаем, какое же отличие, самое главное, у католиков, православных отношения к этому церкви и какое влияние это оказывает на спасение человека. Потому что это очень важный момент, ведь цель спасения человека и цель жизни у православных – это обожжение прежде всего. Как же к этому относятся католики? Мы рассмотрим с вами на следующее наше занятие. Ангелы вам всем хранителям. Всего доброго. Приглашаю вас на следующее занятие. Спасибо Господи. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, я иеромонах Никодим Шматько, настоятель храма в честь преподобного Сергия Радонежского в православной гимназии города Сергиев Посад Московской области. В нашем храме проходит молитва по соглашению в честь преподобного Сергия Радонежского. Мы молимся о семейном благочестии и благополучии, о благочестивом воспитании детей, о воинском служении, о защите веры и Отечества, о единстве народа и его благочестии, достойном монашеском и священническом несении креста. Каждое воскресенье в 22.00 приглашаю вас читать Акафист по соглашению в честь преподобного Сергия Радонежского. Присоединяйтесь к молитве вместе с нами. Присоединяйтесь к молитве по соглашению вместе с иеромонахом Никодимом Шмачко, а также к молитве, совершающейся в 20 храмах и монастырях. Только на сайте правожизнь.ру молитва.